В конце мая мне позвонила незнакомая женщина и сообщила о том, что на автозаправке под Курском обитает тощий несчастный песик. У него что-то слабкое, она сильно опухла, он на нее не наступает, ему явно нужна помощь. Я связалась с людьми, которые мне помогают, уже через час они были на месте. Там их встретил худенький пушистик с печальным взглядом. Переднюю лапку, опухшую раза в два, он держал перед собой, ему было очень трудно ходить, а еще на шее имелся огромный абсцесс и были явные проблемы с кожей. Песик они замедлительно доставили в клинику. Врачи осмотрели лапку, на ступне оказалась большая опухоль. Песику Леопольде оказали всю необходимую помощь, выписали лечение, но сказали, что похоже на онкологию. Пришлось брать материал на гистологию, помимо этого у дружка обнаружился подкожный клещ. Мы были, конечно, в ужасе, потому что не понимали, что делать и куда с ними бежать, так как все придержки уже были забиты через край. Но спасибо организации Добрый Город, нас в очередной раз выручили, дружку выделили отдельный вольерчик на время лечения. Также огромная благодарность моим помощницам, сестрам Кате и Лене, которые вызвались ухаживать за дружком в период лечения, возить его в ветклинику. Иди сюда, мой мальчик. Скажи, я плакал. Смотри, или скажи, у него слезки, да? У меня уже тянутся глаза. Да и ты хороший. А будем, как-то вот... Полные миски воды, еды. Нет, мы хотим, Паша, чтобы потом покушать. Да, скажи, Иль, спасибо тебе большое. Скажи, мы лечимся. Да? Красавчик. Ты, дружок, пирожок? Мой дружок, пирожок? Глаза у тебя, конечно, красничий дружок. Да, лапку болит. Лапку подали сразу. Нет, не снимай. Умный пес. Хороший пес тоже. Да? А вот так мы едим с руки. На, вы хорошие, смотри. Смотри, дружочек, да? На, тишина. Смотри, да. Нет, на, вот. Да, молодец. Едим с руки. На еще. На еще. На протяжении долгого времени девчонки ездили к дружку, ежедневно варили ему домашнюю кашку, которую он очень любит с мясом, и пытались его как-то социализировать. Он очень к ним проникся, привык до такой степени, чтобы больше никого к себе не подпускал. Ну, а самое удивительное, когда к нему приходили, дружок сам протягивал больную лапку, отворачивался со слезами на глазах и терпел. То есть он полностью доверился этим людям, он понимал, что они ему помогают. Что, лапу перемотали тебе, да? Сладкий. Что вы там сейчас со мной делать будете, да? Дима, хороший. Дима, хороший. Покажи шею свою. Покажи шею, не бойся. Сюда, скажи, вот такая у нас шея. Иди, сладкий. Ты сладкий, мальчик. Ты сладкий, мальчик. Скажи, родили на меня летномордник, а я после не кусаю. Ты хороший, мальчик. И так. У меня лекарств разных всяких. Скажи, да? Здесь лекарства разные всякие. А я сижу и ждут, тут дальше будет, да? Тут. Красавчик. Ты красавчик. Ты красавчик. Скажи, у меня ухи пятнистые все такие красивые. Дружок пирожек. А, дружок пирожек. К сожалению, через некоторое время дружок лишился одного ушка, точнее, части ушка. Когда девчонки в очередной раз приехали к нему, увидели, что это ухо просто валяется на полу. Видимо, собаки, которые живут по соседству в вольере каким-то образом, ну, откусили ухо. Будем кушать там вкусно, наверное, с кашей, с мясом. Корм еще и тазик воды на мне поставили. Ах, красота вся. Тихо, тихо, тихо. Скажи, я терплю, да? Нет, нет, стой, терпи, терпи, надо терпеть. Все. Осталось чуть-чуть. Все, все, все. Все, все. Туда не попадает в ранку. Все, 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 я закончила. Стой, все. Все, теперь будем заматывать тебе лапку твою. Держи. Молодец наш мальчик, да? Даже и ранка у нас здесь заживает на шее, да? И заживает. Слушай, я Барбоскин молодец, да? Я Барбоскин молодец? Ты молодец? Скажи, кашу мы с большим удовольствием кушаем, да? Ну, ладно, как мы ее хаваем. За обе щеки. А корм целая тарелка стоит. Ну, и есть не хотим. Раскидываем туда-сюда и все. Ты требуешь. Ты требуешь. Ты требуешь, да? Скажи, дружок, пирожок. Ой, я не золотистый, что не обирал. Да. Ну, блядь, сейчас пойду. Стой. Я требую. Кашу мне привезли. Кашу мне привезли, скажи. Тихо-тихо, тихо-тихо. На красотке не остановись, не помню. Как я вам рада видеть, как я вас рада. Тихо-тихо, тихо. Ты требуешь. Тихо-тихо. Здорово, Михаше, здорово. Пошли. 2 недели мы с замиранием сердца ждали результатов кистологии она пришла и к счастью это не онкология но дружку по-прежнему требуется операция опухоль надо это удалять возможно еще на шее придется удалять шишку которая образовалась после абсцесса но теперь мы хотя бы знаем что дружок не безнадежен что это лечится что скорее всего ему не придется удалять часть лапы как мы думали операция назначена на четверг а главное чтобы все прошло хорошо очень переживаем потому что дружок не молодой ему лет десять это все-таки наркоз поэтому держите кулачки если кто-то может чем-то помочь то помогите я пока не знаю цену операции не знаю будет она одна или будет 2 но в любом случае нас ожидают еще длительное лечение но после на перспективу конечно вы бы хотели найти дружку семью настоящую чтобы хотя бы на старости лет почувствовать себя нужным и любимым то где вы находитесь не имеет принципиального значения потому что мы готовы доставить собачку даже на поезде но и